Ситуация с присоединением Крыма активно обсуждается во всех странах мира и вызывает много споров. Разобраться в истории вопроса и прогнозах на будущее нам поможет политолог Андрей Семенов. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот история полуострова Крым, да, и российская история, вот насколько они тесно связаны? Вообще у Крыма в принципе богатая история, то есть она тесно связана с очень многими европейскими странами. Там были и греки, и скифы, и турки, и так далее. Тесно связана с нашей страной, у нас 1783 года, когда действительно Екатерина присоединила Крым, и вот более уже 200 лет действительно наши две траектории сильно пересекаются. Это город боевой славы, это полуостров, где многие из наших родителей и вообще знакомых друзей, родственников отдыхали, поэтому мы тесно связаны, это безусловно. Но вот фраза есть, которая уже практически стала крылатой. Крым, русская земля, вот как раз из-за вот этих давних корней получается? От части наверняка да, мы действительно и строили этот полуостров и много чего вкладывали в его развитие, поэтому мы имеем самые тесные связи и с жителями, и с историей, и с культурой, безусловно. Хотелось бы у вас узнать ваше мнение, вот как вы считаете, для чего Крым нужен России и также Западу? Это как-то связано с экономикой, с историей, с чем? С этносом. Очень хороший вопрос, потому что полуостров в принципе занимает очень стратегическое положение во многих смыслах и в экономическом, и в стратегическом, и в политическом. Нам он нужен, такое очень серьезное слово, но тем не менее, для нас он имеет в первую очередь значение как база для Черноморского флота, это важно с точки зрения оборудования безопасности и так далее. Для нас он имеет значение как экономический регион, который связывает, который может связать, по крайней мере, нас с Европой, с Ближним Востоком и так далее. Для нас он имеет значение культурно, опять-таки, потому что там более, ну, 54-55% это русскоязычное население, и безусловно, это культурно очень близкие нам люди. Для Европы здесь немножко, здесь есть запятые, но в целом для Европы тоже этот регион, наверное, важен тем, что в первую очередь это тоже история, это тоже культура, там есть греческие развалины, там происходят археологические раскопки и так далее. Для них это тоже культура, это часть общая культура, часть нашего общего пространства. Вы знаете, сейчас очень много людей переживают, как-то немножко волнуются по поводу того, что присоединение Крыма, оно может настроить мировую общественность против нас и даже положить начало какой-то холодной войне. Вот есть вообще опасность такая или нет? Я думаю, что волнения обоснованы. Безусловно, у нас есть трения с нашими западными коллегами, у нас есть определенные вопросы со стороны международного сообщества. Холодной войны точно не будет. Я как человек, который пытается регулярно отслеживать мнение экспертов о этом поводу, да, холодной войны точно не будет. Но говорят, что холодная война просто, она сейчас так и не называется, но она идет. Все-таки градус гораздо ниже, чем 50 лет назад. Не так жарко. Нет, абсолютно не так жарко. Хотя в Крыму, наверное, будет жарко летом, но только для туристов, не для политиков, я надеюсь. Судя по всему, конечно, у нас есть разногласия, при том очень серьезные, с ведущими западными нашими партнерами, с другими членами международного сообщества, с представителями международных организаций. Но, в принципе, сейчас дипломатия явно на первом месте перед всеми другими вариантами решения проблемы. И это самое главное. И это самое главное, безусловно. Но Запад дело в том, что еще выставил некоторые нам санкции. Вот они для нас опасны. Вот из НАТО она сейчас с нами не сотрудничает. Да, санкции в любом случае определенную неопределенность вносят. Или будут, они в любом случае будут иметь для нас какое-то значение. Любые санкции, они в долгосрочной перспективе особенно, всегда негативно сказываются. Но если посмотреть на состояние российской экономики, если посмотреть на состояние нашего бюджета, наших фондов и так далее, то, безусловно, в краткосрочной перспективе точно большого значения иметь не будут. Единственное, что меня лично волнует, как политолога, как человека, который пытается планировать и прогнозировать развитие страны, для нас очень многие элементы сотрудничества с Западом, они были важны с НАТО. У нас есть военно-стратегическое сотрудничество. А с Соединенными Штатами, с Евросоюзом у нас очень мощное технологическое сотрудничество. Они много вкладывают денег в российскую экономику, технологии и так далее. И сейчас, безусловно, это все приостанавливается. И здесь надо, безусловно, думать и выходить из этой ситуации, пытаться найти какие-то новые точки сопростояния и так далее. Санкции, не думаю, что они, вот те, которые сейчас введены, окажут очень сильное негативное влияние. В благосрочной перспективе в любом случае любые санкции всегда очень плохи. И в том числе не только для нас, но и для другой страны, для Европы, для Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что на самом деле выход из этой ситуации будет постепенно находиться. Ну, если мы так немножко попытаться спрогнозировать, экономическое будущее Крыма, вот уже в составе Российской Федерации, какой она будет? Тоже хороший вопрос. Потому что, безусловно, Крым экономически очень выгодный регион. Там и сельское хозяйство можно развивать, там можно развивать рекреационный сектор, туризм, санатомно-курортный отдых. Природные ископаемые. Природные ископаемые, безусловно, логистические вещи, то есть порты и так далее. Для этого необходимо вложение инфраструктуры в первую очередь. И здесь очень важно посмотреть, как российское правительство и российский бизнес будет относиться к Крыму. Как просто к чему-то вот, ну, что-то присоединили непонятное, да. Или все-таки как к некому стратегическому объекту, куда надо вкладывать в дороги, в ирригации, в электроснабжение и так далее. Потому что сейчас Крым во многом зависит от Украины, от материковой Украины. И здесь очень большой вопрос нашей стратегии. На экономический будущее выглядит неплохо, если мы соответствующим образом будем вкладывать и выстраивать нашу политику там. Ну, будем надеяться, что именно так все и будет проходить. Спасибо большое за беседу и хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Вам тоже, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...